Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Mazda Demio 2004 года выпуска двигатель 1.3 автомат пробег на автомобиле 215 тысяч километров сегодня на этом автомобиле заменю приводной ремень и 3 ролика ролики разношерстные привезли какие фирмы, какие номера покажу для этого поднимаю автомобиль снимаю переднее правое колесо и снимаю защиту кусочек пыльника а дальше уже будет видно как поступать поднял автомобиль снял колесо сейчас снимаю вот этот пыльник который здесь штопанный перештопанный, но он есть откручиваю болты на 10 болты головка не 10 и откручиваю и кида вверх и вверх вверх кида вверх вверх и вверх вот он ремень как видно он уже в трещинах ходить конечно он еще может но нужно его заменить вот у нас натяжитель сейчас мы его отпускаем и скидываем ремень но перед этим мы его зарисуем как он стоит здесь вот на ролике есть шкала вот эти рисочки и вот две рисочки это шкала износа ремня в данном случае ремень практически не растянулся он в норме состоит стоит но он потерял свою эластичность уже и дополнительно шумы появились и и дорожки с трещинами а так можно смотреть еще и по растяжке его одевая ключ на 14 беру накидной ключ одевая и отпускаю натяжной ролик все дальше ремень можно скинуть с любого удобного ролика я скину с коленвала не буду мучиться все вот он ролик отпустился практически да не практически он уперся в кронштейн подрамника скидываю ремень также скину ремень и и самого ролика но для этого отведу его все ремень я старый убрал теперь откручиваю ролики привезли три ролика здесь меняется только два ролика для этого беру и откручиваю этот болт на болта я открутить откручу но он упирается почему он упирается в кронштейн вот это непонятно ладно попробую открутить если что я его снизу подожму монтажкой не получится откручу два болта вот один вот второй и целиком натяжитель сниму одевая ключик болт я ослабил теперь нам надо его снять а снять нам надо его упирить попробую сделать это через привод не упирая в пыльник через привод не получается не хватает упора подложил все получилось даже убирать монтажку не буду ролик вот так вот делает сейчас попробую звука нет ну на пальцы рокот чувствуется он как перекатывается шарик по раковине поэтому его менять однозначно надо так этот ролик получается привезли фирмы амива амива номер его 1620 1166 вот такой вот ролик форма точно такая же насколько он качественный я не знаю с амивой не сталкивался вот он старый вот он новый 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 он есть новый на пальцы крутится мягко устанавливаю закручиваю болт так что блин один ролик заменили теперь вот повыше еще один ролик тоже он шумит все получается в оба ролика шумят поэтому не зря их оба и надо менять гайка на 14 он ему он и и и и и и и и Все, второй ролик я снял Второй ролик фирмы Торг КР5163 Вот такой вот ролик Торг не лучшего качества Но попадают экземпляры, которые ходят нормально Сразу устанавливаю шайбу дистанционную И вместе с шайбой ставлю ролик на место Ямок Торг нерчатая Сечем Продвигаю Сечем 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 Теперь беру новый ремешок. Фирмы Avantech. Размер его 6 ПК 2010 и раскидываю его по ручейкам по шкивам. Вот схема расположения ремня на ручейках. Последний я накину на коленвал. Поэтому сейчас, чтобы камеру не уронить, я его разведу. А как уже заводить на коленвал буду, я покажу. Все, ремень я раскинул. Теперь одеваю ключ на ролик натяжной. Также беру, делаю удлинитель. Взвожу его и одеваю на коленвал. Проверяем, чтобы он у нас стоял по всем ручейкам и отпускаем натяжитель. Если туда вверх посмотреть, генератор стоит, коленвал стоит, кондиционер стоит, гидроусилитель стоит и натяжитель стоит. На этом все. Ставим на место пыльник боковой, колесо и замена ремня закончена. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok